Всем привет, с вами Тома. Мы продолжаем стримить за 74, строить фуд-часть нашего города. Кустики, фонтан, статуи, цветы деревьев, скамейки, статуи, лампы, зор, лепестки, клумбы, лавочки. Вот, Мольберт, кстати, урны, да, надо. Иллюминации. Понятно. Так, 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 так. Место для фото... Типа фотозоны? Скамейка, статуи сзади дерева. Ха-ха-ха, тоже можно. Хорошие идеи, кстати. Сейчас будем дальше делать нашу мини-деревья. Да, скамейки можно поставить и по диагонали, и не по диагонали, и по-разному их тут можно поставить. По-разному. Это точно у меня так свет еще не значат. Так, давайте, короче, по ходу дела думать. Фото-зону, да, вот, кстати, можно вот тут дерево посадить какое-нибудь прикольное. Вот с этой стороны, чтобы огородить. Ладно, давайте начнем с кустов по краю. И вот дорожку вот так как-нибудь вывести еще. Все у нас с кустами есть. Есть вот такой куст прикольный. Прям прикольный-прикольный. Всякие ламы, понятное дело. Я вообще хотела маленькие кусты посмотреть, которые декоративные, которыми можно украсить вот именно вот это вот. Ух ты, какой классный. Вот он мне куст нравится прям что-то. Прям зашел куст. Так. Так. Ну, короче, кустов тут... Оооо, ну смотрите, розовые, эти самые карликовые розочки. Ми-ми-ми. Сю-сю-сю. Ня-ня-ня, все. Берем карликовые розочки и везде-везде-везде напихиваем просто. Что мне тут еще понравилось? Вот эти мне понравились. Ну, наверное, карликовые розочки, наверное, самое мимимишное такое. Короче, если их сажать рядышком, как это будет? Это я смотрю, как их можно присобачивать друг к другу. Так, что у нас еще есть? Все у... Дерево я хотела... Где у них тут? Шмакура. Поменьше шмакура. Можно нам не такую большую сакуру? Вот, мольберт. Напомните мне поставить мольберт, если вдруг я забуду? Я могу забыть. Такая а-а-а. И без мольберта мы такие а-а-а. Так, дальше сейчас. Сейчас с деревьями вернемся. Кстати, лавку надо туда сразу поставить. А то я такая могу поставить эту штуку и не поставить туда лавку. Скамейку. Вот, кстати, тут есть розовый вариант такой. Не обязательно белый-зеленый. Кстати, давайте розовый оставим, он забавный. Хочу розовый. Тут будет розовый. Арка ничего не знает. Так, дальше. Вот тут можно, кстати, урну поставить. Рано, Славочка, как это у нас в Смоленске ставит. Так, ладно, урны на самом деле надо поставить в усы магазина. И да, давайте сделаем скамейки. Сделаем как скамейки. А туда все-таки сделаем кустики под окна. И как вот в европейских странах все-таки сделаем эти самые кустики. И столики такие маленькие, которые... Ой. 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 Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Ай-яй-яй. Это куст я хочу убрать. Сколько их там? Кустов. Так, или какой-то другой куст. Сейчас. У нас вообще есть цельные... Такие кусты? Ну, мне кажется, это немножко перебор. Не сильно объемистые. Вот. У нас еще есть. Да, обязательный куст для таких этих самых. Есть еще вот такие штуки, но мне кажется, что в данном случае все-таки облагороженные цветочные кусты будут смотреться более в тему. Так, а если тебя поставить так? Он еще более ниже, да? А если их увеличить? Ой, нет. Это уже... Раз и вырос. Ой, цветочки. Василечки. Прям полянка. И подсолнухи такие. Нет, вот мне, кстати, нравятся эти розовые кустыки. Они немножко, конечно, очень идеально смотрятся. Чтобы через один развернуть, чтобы они не так... Как вообще... Кто это выходит в дружный обряд? Пионерский наш отряд. Ну, как по-разному. Вот. И хотела все-таки поставить маленькие столики с маленькими стульчиками. Вот, знаете, вот эта европейская чисто тема. Какие-нибудь вот такие вот стульчики. И к ним столики. Что у вас тут есть? Ну, это сильно пафосно. Вот. Мне кажется, в европейских кафешках ставят вот такие вот небольшие раскладные столики. Стулики. Так. Это... Деревянная. А это с подушечкой, да? Вроде. Все отлично, да? Или нет? Или тоже то же самое? Что-то я не въеду. Вот это с подушечкой. Давайте вот с подушечками, которые... Ми-ми-ми. Вот с голубой подушечкой. Так. Стул и какие-нибудь столики. Вот такого плана. И вот такого. Все, у нас что-то есть. То есть вот это уличное кафе. Типичное такое вот. Можно, конечно, и с зонтиками. Ну-ка. Ну, обычно в кафешках именно с зонтиками ставят. Ца-ца-ца. А, вот, кстати, есть. А, ну, зонтики такие же, только столик более под стулья. Под это самое. Ммм. Ща, я что-нибудь выберу. Щас как выберу. Щас как выберу. А че, полосатых нету? Мне казались. А, вот полосатые. Другие. Ха-ха-ха. Вот полосатые. Так. Можно что-нибудь под цвет верхний вот этой? Ух, ярко синие. Похоже или нет? Ще-то не. Это более темно-синий, но... Знаете, мне кажется, так вот. Что-нибудь такого плана будет лучше. Так. Продать. Давайте эти тогда столы продадим. А стюль? А стюль? Верните стюль. Стуль верните. Вот. И тут таких парочку комплексов поставим. Я думаю, на самом деле этого вполне хватит. Так. Дальше. Урны. Сейчас я чат гляну. Своя так. У меня мысль... Мысль полетела. Мысль полетела. Ловите мысль. Убегает. Ну, тут однозначно надо урны ставить. Потому что, ну, это как бы по правилам. Возле кафе должна стоять урна. А лучше две, а лучше три. Так. И... Ну, тут можно сказать, что урна будет отсюда идти. Так. Дальше. Я думаю, что розы можно продолжить вот сюда тоже. Так. Такая кусты, розы и урны. Это норма. Ха-ха. Ну, вот так. Четыре кустика. Поставь красивые уличные фонари. Поставим. Можно в арке сделать черные входы и повесить фонарь, как в старых фильмах. Ну, освещение сейчас будем, да. Поставим фонари всякие разные. Ну, а, да. У меня такие арки тоже ассоциируются с каким-нибудь таким подворотней и фонарем. Все как в наши хорошие советские годы. Так. Так. Откуда я там начинала? От одной. Короче. Так. Окей. Так. Ммм. Дальше. Скамейки, скамейки. Я вот думаю, вот с этим углом что сделать или ничего не делать? Так. А, вот у нас Балерина есть. Хотя, вы знаете, ммм. Наверное, вот сюда можно поставить вот это. Мне еще тоже штука нравится. Вот так вот поставить. Потому что тут явно пустое место остается. От всех этих. Трубаций. Можно тут поставить какую-нибудь такую. Ммм. А, пускай белый будет. Стуку. Стуку поставить. Ммм. Очень милое дерево. Ха-ха-ха. А, что тебя так оберегают прям? Ммм. Так. А где Контерлот Веквестри? Да. Да, аргумент хочу розовый. Самый сильный из аргументов, которые могут быть. Так. Я думаю, что вот тут у нас как бы... Это для кофе, если что. Чай-кофе именно. И я думаю, что тут тоже можно и рядом с ней поставить какой-нибудь столик уже именно со скамейками. Один, я думаю, будет достаточно. Ну, в плане вот такого плана что-нибудь поставить такое. То есть там типа от кафе, а это типа от кофе. Вот. Так, это у нас... Что тут, кстати, есть милого? Пускай, наверное, раскладной вариант больше смотрится оптимальнее, чем... Это от сада, это всякие эти самые... Ну, это такой самый легкий вариант переносной. Угловой столик. Чего только нет? Пень! Пень! It's a life! А чё, реально пень? Да, пень памятный. Тут у нас будет почетное место для пня. Ладно, чуть-чуть. Но тут тоже есть пень. Не забудьте рассказать об этом всем. Так. Ну чё, такой или всё-таки какой-нибудь... Такую, например. Э, сильно темно. Аааа, сильно много выбора столиков уличных. Упта, это вообще какой-то прям... Так, ну это все с этническими мотивами это самое. Или поставить всё-таки тут. Розовый. Белый. Мне кажется, он... Не, сильно массивно смотрится. Это мне не нравится. Короче, всё. Ничего не знаю. Будет такой столик. Он смотрится хотя бы более-менее изящно и цивилизованно. Так, давайте продолжим дорожку. И будем дальше фонари. И что есть остальное? Давайте тогда сделаем, наверное, вот так. Нет. Сильно прямо. И-и-и-и. Чай. Треугольнички. В бой. Треугольнички. Кучей. Это вообще реально так сделать? Треугольнички. Треугольнички. Тр Gegки. Треугольнички. Треугольчки. Ужбм. Во. Треугольнички. Это смех. Ха-ха. А вот тут можно кое-нибудь... Может, надо продолжить, конечно, площадь? Может, нам не мучиться продолжить здесь площадь? В плане... Да... Угу, угу... Сейчас я в итоге всю площадью замощу, короче, и как бы... Так, ну, кстати, интересный вопрос. Мы будем вот так делать? Что вы думаете по поводу вообще основной массы остального? Стоит так мастить или нет? Пишите в чате, сейчас я почитаю, что вы думаете по поводу вообще вот общего, так сказать... А-а-а, это самое... Облагораживание... Ставить тут вот эти штуки или не оставить? Ну... Какая милота, мне кажется. Стоит будет довольно классно выглядеть, странно выглядеть стоит. Да, чтобы и нет, залить всю площадку каменных вкладок. Го-голосовалку. Все вокруг дома ходить будут. Ну, да, как бы... Ну, в смысле, тут как... Забор не хочу ставить. Но вот какой-то такой, мне кажется... Короче, давайте я сделаю голосование. Вот в таком виде вот дорожки все оставить или нет? Остальные зоны мы зеленые сейчас чем-нибудь заполним. А вот... Ну, тут не будем ничего больше продлевать к беседке уж, я думаю. Короче... Ща сделаю, чтоб уже... Раз... Короче, единичка в чат это оставить вот как на картинке, вы видите, двоечка. Что-то еще поправить, и тогда в чате напишите, что именно вам не нравится. А, есть тут как в Sims 3 красить землю. Да, тут можно красить землю, но там такая покраска странная, честно говоря, что мне чаще все проще дорожки поставить, потому что покраска... Оуу, там такое получается странное еще более. Ха-ха-ха-ха. Закофок Гюставо сделать под углом как здание. Так, вы пока голосуйте? Вдруг там... В смысле, вот тут треугольничков добавить? Типа того. Тут можно тоже какое-нибудь дерево классное засадить, чтоб оно как бы не это самое. Тут мы тоже сейчас посадим кусты какие-нибудь, я думаю. Ну, конечно, везде можно сделать вот такие, типа, дорожки более симпатичные. Ну, такие прям прямоугольные прямоугольники. Так, ну и... Ну, большинство вроде все нравится. Ха-ха-ха. Двум третям. Травы не хватает. Да, много чего еще не хватает. Всякие зеленушки. Фонари надо поставить. Следующий пункт это освещение, потому что с освещением надо как бы тоже разбираться. Может арку вперед подвинуть? Да, наверное, стоит. Так, давайте поставим... Так, ну, кафе Кюстава я тоже крышу сделаю. Какой-нибудь тут. Так и быть. Давайте свет поставим. Давайте сохранюсь. Так, свет. Да будет свет, сказал Электрик. Так, красивые, говорите, фонари. Красивые фонари тут есть, конечно. Сейчас что-нибудь выберем. Что тут не шибко огромное? Так, это флаги Едмея. Тут указатели. Вот эти с цветочками. Такие с цветочками. Ну, вот эти, наверное, больше всего тут в тему будут. О, или вот такие маленькие. Точно. Давайте вот эти, это из романтического сада. Они тут достаточно миленькие. Так, сейчас. Что у нас еще есть? Есть такой, есть такой. Но это перебор. Это не парковый уже фонарь. Это уже реально уличный фонарь. Но это не по теме. Это маленький. Еще вот такой есть. Они, наверное, темноватые. Хотя... Мне кажется, наверное, все-таки круглые более похожи на то, что стоят в парках. Так, а если мы посмотрим через освещение... Торшеры. Что у вас тут еще есть из торшеристых? Торшеров, может, это подойдет? Ну, нет, наверное, тут... Совсем уже торшеры торшеристые. Здесь птица. Она, кстати, по-моему, светящаяся. Сейчас. Да, она тоже, видите, светящаяся. Птица светящаяся. Ну, птицы нам тут ставить некуда. Она сильно жирная. Ну, давайте-ка там вот эти маленькие, наверное, фонарики понатыкаем. Ночь, улица, фонарь, аптека. А вот на внешний край как раз-таки можно и вот этих больших поставить фонари. А вот тут маленьких. Большие... Ну, вот, да. Пишут, что можно на углах участка поставить. Ну, собственно, я их туда и поставила. Можно еще... А, вот тут, кстати, да. Сейчас попробую лампочку какую-нибудь поискать. Тут вот надо фонарь. А то темно и страшно ходить. Может, вот так? Сейчас. Ну, пускай пока стоит, я потом подумаю. Так, а насчет подвесных мини-фонарей. В арку. Народ хотел больно фонарь. Но я даже не знаю, что тут можно такое... Так, а сверху какие-нибудь небольшие. Такой классический какой-нибудь. Подвесной. Ахахахахаха! Ахахахахахаха! Ахахахахахах Ха, господи, это... Это сильно, сильно. Аххахаха. Это похоже на советские фильмы, хотя. Ну, как минимум, он светит. Какое-то самое. Ну, конечно, вы поняли, что я подразумеваю. Тут прям таких суровых люстр-допрос, но это сильно перебор. Но это тоже не уличный вариант. Ну, короче, ладно, пускай такая висит. Мне она напоминает то, что у нас в советских переходах висело. Пускай будет. И у тебя есть каталоги? Каталогов 74 у меня мало. Вот только, собственно, романтический сад и мой первый питомец. Потому что я каталоги сама по себе... Вот романтический сад это был первый каталог, который я покупала самостоятельно, а питомца мне электроникарты подогнала. Специальное сообщество по игре. Вот. А дополнение все четыре игровых набора два. Вампиры и в поход. Так, если я буду сильно много фонарей ставить, вы говорите, а то, вы знаете, я, как бы, это самое... Могу так раз-раз и понатыкать фонарей кучу. Так, я думаю, что, наверное, вот сюда надо еще фонарик. Причем тут можно вот так, под углом поставить. Такие фонари-фонари просто везде. Больше фонарей. Так. Ох, как это ночью у нас смотрится. Вообще фонарей понатыкали, пройти негде. Давайте тут еще лавочек понатыкаем немножко. Так, дальше. Скульптуристых скульптур надо понатыкать куда-нибудь. Кстати, по поводу фонтана. Ну, нет, я думаю, пускай он где стоит, там и стоит. Статуя единорога, точно, спасибо. Есть такая статуя. Украшения. Статуя. Вот, кстати, подушки прикольные. Так, единорог. Он же конь. Богатырский. Где ты тут был? Коняшка. Так, это редяная лама. Где мой конь? Коня в студию, срочно. Так, вот, кстати, дама есть с ведром. Там еще одна дама есть, но мне она больше нравится. Где конь? Коня дайте. Вот. Так, ну что, коняра, куда мы тебя поставим? Куда мы тебя поставим? Можешь поставить? Конь такой. Можно я по... Хотя нет, наверное, коня лучше поставить вот сюда. Ээээ, коня, говорю. На входе. Вот. А девушку с ведром лучше поставить вот как раз-таки сюда. У них такой уголок интимный будет. Ну, вы поняли. Так, балерину я даже не знаю. Можно вот сюда Гюставу поставить ее. Тут она так будет более в тему. Ну, крупнее, наверное... Такая... Нет, наверное, крупнее не надо. Пускай маленькая будет. Балерунька такая. Выпрыгивает из кустов. Такая, нет. Как вы можете есть сладости, когда вот лично я тут худела, чтобы меня допустили до балета. Так, надо больше кустов между... Тут все по краю. Надо кусты какие-нибудь классные пустить. Давайте посмотрим, что у нас там есть по кустам. Мольберт, точно. Да, давайте Мольберт. Сейчас, сейчас я почитаю чат. Что, я еще забыла? Потому что у меня в одно ухо вылетело. Влетело, во второе вылетело. Вы знаете, как это бывает. Вот Мольберт, кстати, как раз-таки вот в этой части нужно поставить. Куда-нибудь сюда. Я думаю, будет неплохо смотреться. Ну, в плане, тут как бы места много еще остается. Сильно впритык к интимной зоне сейчас стоить не хочется. Смешно. Можно еще... Ну, нет, шахматный столик. Наверное, это уже будет перебор впихивать. Так, давайте кусты по бортуру буду размещать. Разве это единорог или просто конь? Это просто конь, но... Как бы у нас он единорог. Много фонарей, может, пора убрать? Да, на самом деле... Если только вот этот убрать. Ну, в смысле, тут-тут. Только если вот этот грохнуть... Ну, давайте. Да, давайте без него, в принципе. Поняшку-блестяшку увеличивать и ставить. Ну, не, поняшка-блестяшка, конечно, классная, но она на статую не особо похожа. Миленько получается. Чтобы сидеть в интимной зоне и смотреть на попу художника. Да-да, все продумано. Так, ну, эти кусты все еще слишком большие, поэтому давайте мы возьмем какие-нибудь... Так. Это все трава-трава-трава. Неужели придется снова брать из цветов кусты? Кусты из цветов наши все. Так, все, конечно, классно, но... Ммм, вот эти, кстати, классненькие. Так, раз. Что-то у нас еще есть. Ух ты, вот это куст. Вот это куст. Ммм, ну, вот такие я уже брала, а здесь я... Там, в соседнем парке. Тут я, наверное, хочу все-таки... А если вот эти? А, такие мы... Давайте, наверное, вот этими маленькими украсим, попробуем, по крайней мере. Сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Так, с шифтом. Так, и как это выглядит, я извиняюсь. Ну, да, в принципе. В принципе, вроде норм. Какие кусты, 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 кусты. Больше кустов, полу кустов. А, ой, а я урну убрала, да? Я думала, я ее скопировала, а я, кажется, так перетянула. Хотя, нет, наверное, вот тут кусты уже... Ммм, ну, прям даже не знаю. Больше кустов. Лол. Тома, повелительница кустов. Так. Вот я, кстати, не знаю, надо ли будет тут еще. Так, у нас вот сюда можно что-нибудь еще поставить. Вот тут, кстати, у нас место. Может быть, мы там мини-окошко сделаем, типа такого. Потом, вот тут бы я тоже каких-нибудь кустов накидала, но более объемных. Все у нас тут есть, более такое... О, прямо шишечек сюда. Или вот таких еще лучше. Да, давайте. Вот таких у них. Так, я там внутрь дома не попадаю. Не, не попадаю. Так, тут кусты конфликтуют с теми кустами, так что только по богу. Так, больше разных цветов. Так, Коко же на этом сейве не может сюда прийти. Нет, Коко не на этом сейве. Коко вообще... Прохождение Коко на ее отдельном сейве. Контерлот отдельный, понивилль отдельный. У меня куча сейвов. Ха-ха-ха. Интимную зону загорадить большими кустами. Ну, нет. Надо настолько загораживать, я их не хочу, чтобы они... У меня, конечно, есть даже вот такие кусты. Но как-то, мне кажется, тут уже, знаете, совсем будет перебор. Она, конечно... Можно считать, что там просто, как бы, такой полусумрак. И как бы, ну, норм. Как бы, ну, так. У них там будет своя. Атмосфера. Так, я вот сюда бы еще что-нибудь поставила. И вот сюда, может, что-нибудь... Сейчас посмотрим, какие там есть скульптуры тематические. Вот еще два места я бы что-нибудь вставила такое прикольненькое. Так, украшения. Горшки. Не совсем там. Может, лисичку поставить? Правда, собачка, наверное, а не лисичка. Но она прикольная. Был бы слон, я бы поставила слона, но слона, по-моему, тут нет. Так, что у нас еще есть? Больше кустов, люди. Так. По поводу, если кто-то много или мало ест, ой, это такая тема. Знаете, если вы живете сейчас со своими родственниками, то тут такая палка о двух концах, на самом деле. С одной стороны, конечно, как бы ваше тело, что хотите, то и делайте. Но, с другой стороны, иногда проще не спорить. Потому что, ох, 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 это же такая тема отдельная. Что они все такие, Света, я имею в виду. Да. Не, ну желтая статуя как-то не в кассу тут. Поэтому, не знаю, тут все зависит от вашей ситуации конкретной. Иногда родственники такие бывают. Ну, вообще, кушать нужно, потому что еда, это питание вашего организма в плане энергии. Вот это кот. Вот это кот у меня есть. Забавный. Вот, поэтому... Так, что у нас еще? Еще, еще, давайте парочку. Этих самых будем заканчивать. Еще есть дракон. Он какой? Есть белый? Белый, говорю, дракон. О! Это лама-дракон. Вампира-лам. Ну, я даже не знаю. Он, конечно, забавный. Ну, пускай пока стоит. Короче, я сейчас просто буду уже заканчивать. Если у вас есть идеи, что вот сюда поставить, такого тематического, это что такое? Награда. Вот, и вот... А, все, сюда мы лесу поставим. Короче, вот эти два места, в принципе, если у вас будут какие-то другие предложения, что сюда можно вот сюда и вот сюда поставить, а может быть и сюда что-то еще, и может быть... Ну, я подумаю еще насчет освещения, потому что, в принципе, мы все осветили, что я хотела. Ну, вот на... Вот тут надо очень повесить какие-нибудь фонарики. Тут можно, в принципе, и даже сейчас сделаю. Короче, я думаю, что, наверное... Наверное, в следующий четверг я хочу, наверное, продолжить это. То есть, не Legends of Equestria, не что-то еще. Наверное, хочу попробовать все-таки добить данную локацию. Ну, в плане... Тут уже внешние, в принципе, крыши я возьму на себя и попробую построить их между стримами. Я ищу эти самые. Вот. Белые. Такие вот, наверное, классно будут. Вот, поэтому, наверное, в следующий... Интересно, он дверью так сможет пользоваться, если такие вставить? А что они вставляются? Фонарь на дверь вставить, это, конечно, синяя. Ну, вот. Вот это вроде на стекло я вставляю. Вот. Наверное, хочу в следующий четверг... Кстати, там стрим тоже, скорее всего, будет как сегодня. То есть, не в 2, а в 4, а в следующий четверг. Но, наверное, хочу... Достроить данную локацию. Ну, в смысле, я думаю, сейчас еще один стрим внутренний интерьер двух кафе, там мы с вами осилим. Не так, чтобы все совсем плохо. Вот. Поэтому... Можете... Пока планировать. Ну, пока не точно, но очень вероятно. Потому что я сама хочу доделать, пока есть вот сапал и вообще, как бы, ну, вроде мило получается. То есть, нам надо вот это будет помещение сделать двухэтажным, да? И кафе Сафрон тоже. Ну, как минимум, первый этаж хотя бы. Не знаю насчет второго, но хотя бы первый этаж. В каждом кафе надо будет сделать. Ну, и крыши я сама так и бы доделаю. И мне кажется, очень... Ну, и тут тоже крыша будет. Очень классный. И получается такой прям действительно дворик. Ну, реально. Реально дворик. Можно мне туда сходить погулять? Такой с кафешками. Сохраняйся дворик. Ой. То есть, мне лучше поесть? Да, лучше поесть. Поедите вы. Добавить иллюстрации, но небольшие. Иллюстрации или иллюминации? Или что? Светлая. Так, ладно, ладно. А в Sims 3 удобно было, что можно было вещи с симом перекрашивать. Это было очень просто. Да и в Sims 4 в студии можно перекрашивать вещи там не так сложно. Ладненько, давайте заканчиваем. Короче, если у вас вот за эту неделю будут какие-то предложения по поводу внешней этой самой, можете прямо с примерами картинок каких-нибудь кидать. Ну, я имею в виду из симов. Если сложно объяснить, какой предмет вы там хотите поставить, можете скинуть скриншотик там какой-нибудь. Вот. И, короче, тогда, может быть, в следующий четверг будем делать внутренние штуки все. Всякие разные. Короче, тоже можете. Это самое. В пони ферме костюмы выгрузили все, которые раньше были временные. Не пойму зачем. Да? А я туда 100%... 100500 времен не заходила, поэтому даже не знаю. Надеюсь, было вам сегодня интересно со мной строить. Мне очень все понравилось. У нас получилось очень классно. Я даже не думала, что так классно будет получаться. Вот. Запись будет на канале, если кто-то подошел попозже, можете потом перелистать. И увидимся тогда в субботу на разговорном стриме. По плану в два вроде так и стоит. Новости обсудим и все такое прочее. Большое спасибо за компанию. Большое спасибо Шинтакадоку за 2.3. И увидимся на следующем стриме. С вами была Тома. Пока.